Совет депутатов на 89-м заседании заслушал отчёт о результатах деятельности главы района, администрации и подведомственных ему органов местного самоуправления за 2018 год. Выступление прописано в положении о ежегодном отчёте перед Советом депутатов. Исполняющий полномочия главы городского округа рассказал об основных направлениях работы администрации района и прежнего главы Алексея Ивалова, работа которой в итоге позволила муниципалитету занять седьмое место в Московской области. Одна из центральных задач – наращивание экономического потенциала, создание рабочих мест и привлечение инвесторов. Это результат повышения реального дохода жителей городского округа. В 2018 году объём отгруженных товаров, собственного производства, выполненных работ и услуг вырос на 7,5% и составил 108 миллиардов рублей. За 2018 год среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий выросла на 8%, составила 57 460 миллиардов рублей. По итогам мониторинга и оценке качества управления муниципальными финансами наши экономисты удостоены наивысшей оценки. Дальнейшее развитие городского округа связано с запуском моста через Клязьму в районе восточной промзоны, в медицине, от привлечения высококвалифицированных кадров. В 2018 году в систему здравоохранения пришли работать 44 врача и 67 медработников среднего звена, 11 участковых терапевтов и 6 участковых педиатров. До 2021 года в округе запланировано построить 7 детских садов и 9 школ. В числе приоритетных направлений работы администрации Сергей Горелов назвал реконструкцию водозаборных узлов, расселение семей из аварийного жилья, создание комфортных и благоустроенных общественных зон не только в центре Щёлково, но и в удалённых населённых пунктах. Из 18 депутатов трое из фракции КПРФ воздержались, и один выступил против. Большинство, 14, признали работу удовлетворительной. Начальник межмуниципального управления МВД России Щёлковская и Щёлковский городской прокурор рассказали о состоянии преступности за 2018 год, в том числе в сфере ЖКХ. Широкий общественный резонанс. Вы знаете, что получилась ситуация, связанная с выставлением ООО «Теплоцентраль» жителям города Щёлково за должности за тепловую энергию за период ноябрь-декабрь 2015 года. До сих пор приходят ко мне на приём граждане, которые озабочены этой ситуацией. В ходе проведённой проверки, какие-либо обосновывающие перерасчёт документы нам представлены не были. Согласно пояснениям ООО «Теплоцентраль», данные документы не составлялись. В связи с уклонением от удовлетворения требований, указанных в представлении, мной направлено исковое заявление в Щёлковский городской суд в интересах неопределённого круга лиц в целях признания незаконными действиями ООО «Теплоцентраль» по взысканию доночисленных денежных средств населения. Народные избранники обсудили ситуацию в сфере похоронного дела. Существующие кладбища приводят в порядок по требованиям регионального стандарта. Из бюджета на содержание городских кладбищ в прошлом году выделено 4,1 миллиона рублей. Депутаты решили не ограничиваться отчётом и рекомендовали управлению потребительского рынка улучшить содержание мест захоронения. На этом же заседании Совет депутатов создал Единый дорожный фонд городского округа. Он пришёл на смену местным фондам, прекратившим работу после ликвидации администрации поселений.